Друзья, если вы помните, прошлая серия закончилась тем, что я отправился в город Липецк по приглашению моего товарища Артема. Шутку я сказал, чтобы встречались с шарами, музыкой и цветами. Боюсь, меня поняли слишком буквально. Я вот думаю, хорошо про медведей не сказал, хотя про них я тоже люблю шутить. Наверняка подорвали бы еще и косолапого из местного зоопарка вместе с цыганами, которых почему-то всегда можно увидеть возле медведей. Дорога до Липецка была легкой и быстрой. Солнце приветливо сопровождало нас с мотоциклом. В пути сделал всего одну остановку для заправки. И вот к полудню оказался в городе. Как только начались перекрестки и светофоры, подруга в навигаторе снова заскучала и по указанному адресу я оказался у полуразрушенного дома. Спустя некоторое время удалось приехать туда, где по-настоящему ждали, пока я боролся с навигатором. Причем ждали довольно долго. Ребята, вот как надо встречать друзей и мотоциклистов. Шарми Банк и вся херня. Я обещал, что тебе хорошие новости. Вот, пожалуйста. Я крайне признателен всем людям, которые были вовлечены в эту авантюру. Честно сказать, такого поворота событий я совсем не ожидал. Было чертовски приятно. Скажу больше. Я так растерялся, что не знал, куда себя девать после такой торжественной церемонии. Благо, ответом на этот вопрос уже озадачился мой товарищ. Мотоцикл закатили в бокс, где ему предстояло остаться на пару недель. Я разобрал багаж, что-то оставил на хранение, что-то собрал для отправки домой. Как только все приготовления были закончены, на меня вновь обрушился шквал гостеприимства. Слегка захмелевшего не только от эмоций гостя усадили в автомобиль и повезли на интереснейшую экскурсию в музей Автолегенда 48. Как говорится, враг был подкован и хорошо знал о моих слабостях. Перед музеем ретро-техники и предметов быта Советского Союза я устоять не мог. Кананыхин Александр Николаевич, человек, благодаря которому появился этот музей, лично провел интереснейшую экскурсию по всем этажам здания музея. Проделись они, эти деньги, в 61-м году. Никита Сергеевич Хрущев провел деноминацию, то есть убрал до этого существующие портянки Сталина и внедрил в оборот фантики Хрущева, так называемые. То есть вот эти деньги вот были. Вот они гуляли, они были, эмиссионный период, они были до 93-го года. Но я так смутно помню, что ты и держал такое в руках. Вот в 90-м году, я обращаю внимание, тебе три года был. Самой крупной купюрой была купюра в 100 рублей. Вот она представлена. В 91-м году на красном фонде деньги СССР, на зеленом фонде деньги уже современной России. В 91-м году министр финансов, товарищ или господин Павлов, в 91-м году был непонятно еще кто. Вот, то есть это самое. Он провел небольшой ребрендинг этих денег, то есть добавил полосочки, там чуть-чуть полиграфия изменилась. Но уже в оборот поступили купюры в 200 рублей, в 500 рублей и в 1000 рублей. В 92-м году поступили в оборот уже купюры в 5000 рублей и в 10000 рублей. В 93-м году поступили в оборот уже купюры в 50000 рублей. История инфляции. В 95-м году, да, то есть купюры в 500 тысяч рублей, которые потом, отрезавшись в 3000, они превратились в 98-м году, с 1 января 1998 года в современные наши деньги. То есть, так вот, начиная с 90-го по 95-й год, всего лишь за 5 лет, инфляция со 100 рублей до 500 тысяч рублей в 5000 раз. Охренеть. Вот. Здесь мы обсуждали мотороллер электрон. Вот, страны Азии оценили, оценили эту самую. Ну, он же еще почему был не оценен, я же тоже прочитал. Они же первые сделали, которые с Веспы, вот эти, этот, вятки, да, сделали, только он весил в два раза больше, чем Веспа. То есть, Веспа была легкая, хорошая, комфортная, юркая. А у нас сделали, им прицеп можно таскать, и, блин, этот, и в лобовую с КамАЗом биться. Ну, они же сделали, ерунду. Погибли, потому что это был практически единственный транспорт грузовой, который мог быть. Ну, и все призвали на фронт, и они все танками были перемешаны. Название всех моделей, к сожалению, не вспомню, записывать было некогда. Глаза просто разбегались от такого изобилия. А это Эмочка. Вот этот не увидишь. Воронок вообще прям, ух. Где-то как-то что-то пошло не там. Ну, поменяем. Что, вырежем, оно и вот разбито-то все. На ходу, скорее всего, да? Выезжаем, нет, нет? Да, да, конечно. Где-то что-то как-то пошло не так. Честно скажу, было очень приятно повстречать такого интересного собеседника, как наш экскурсовод. Я боюсь, если бы поступило предложение бахнуть по рюмочке, в музее мы остались бы как минимум на неделю. Казалось, общие темы для разговора просто не иссякали. То количество техники, которое было собрано под одной крышей, не вписывалось в рамки воображения. С радостью отмечу, что все это появилось благодаря энтузиазму, увлеченных своим делом людей. Как вам такое? Запорожец Кемпер. В свое время он выглядел так же недосягаемо, как новый Volkswagen California сегодня. Могла бы назваться Родина, но Сталин спросил, зачем будем продавать Родину? А вот весь этот, могла быть переднеприводная, заднеприводная, полноприводная. Но вот это был прорыв. Несущий кузов и полноприводная конструкция уделала лет на 10. Весь мир. Я тебе даже больше могу сказать. В 80-х годах, в 80-х, не так и давно, по большому счету, внедорожный, внедорожный автопарк достаточно, блин, цивилизованного государства, такого как Австрия, на 80% состоял из наших российских. А единственный автомобиль был, который был поставлен? Да, то есть это сам уже под... Ну и куда же без старого доброго военного тяжика? И кузов вот этот вот, вот этот... Луаз и ГАЗ-69, свежепокрашенные и приведенные в отличное состояние, красовались на экспозиции, посвященной военной технике и оружию. Стоит отметить, что большая часть экспонатов в музее восстанавливается силами энтузиастов. Техническое обслуживание и покраска – это самые распространенные работы, которые требуются вновь прибывшей технике. Это автомобиль ЗИЗ. Чик. Это селеный. Оп. Моща. Опа. Охренеть. Ребятушки, вот это тачка. Зал с автомобилями особого назначения своим богатством поразил до глубины души. Довелось даже посетить комнату обычной советской семьи. Я думаю, многие из вас узнают здесь привычные предметы быта. Бутылки тоже, видишь, какие, блин. А люстру он повесил, блин. Если свет убрать один, блин, то получается, как бы, есть советские освещения, блин. Да. Ха-ха, кстати. Друзья, в общем, скажу так. Если вы каким-то образом окажетесь в Липецке, пройти мимо музея Автолегенда 48 будет настоящим преступлением против себя. Это потрясающее место, которое создали люди, в чьих сердцах не угасает любовь к созиданию. На следующий день меня снова ждало небольшое путешествие. Мы переместились из Липецка в Белгород. Расстояние между этими городами составляет около 400 километров. В запасе были еще сутки, а самолет на Калининград вылетал именно из Белгорода. Мой верный конь остался в Липецке. Под зорким присмотром в условиях настолько комфортных, что сложно и представить. Удивительная все-таки штука мотоцикл. И еще более удивительно, как он объединяет людей. Сложно представить, что короткая встреча на краю света в Териберке через пару лет могла перерасти в такой теплый и радушный прием. Напомню, это был 2021 год, когда Калининград был все еще блокирован из-за коронавирусной инфекции. И передвижение через границу на личном транспорте не представлялось возможным. Поэтому мотоцикл остался на материке с той лишь целью, чтобы в начале июля отправиться на одно из главных событий для мото-путешественников. Слет Мотобухта, который ежегодно проходит в Мурманской области на разных локациях. Через несколько недель я планировал вернуться в Липецк вместе с супругой и рвануть в ту сторону. Эх, если бы я только знал, какие интересные приключения ждут нас и вас впереди. С погодой по приезду в Белгород не заладилось, но это было уже не важно. Тысячи километров из Оренбурга в Адлер и до Белгорода уже позади. От близких и родного дома меня отделяли лишь небольшой перелет на самолете и ночь до вылета. Надо сказать, ночь выдалась веселая и богатая на приключения. На даче моего друга Артема небольшой компанией весь вечер жарили мясо, вели задушевные беседы до поздней ночи, а после, вспомнив о важном задании, с которым прибыли на дачу, принялись вчетвером грузить алюминиевую лодку в микроавтобус. Но прежде чем погрузить, ее предстояло поднять из воды и пронести метров 60, не растоптав грядки. Ну вы понимаете. И все это часа в два ночи. Эх, жаль, что в то время я все еще полагался на камеру в телефоне. Такие эпичные моменты остались за кадром. Так, короче, короткий спойлер к грядущему мотопутешествию в мотобухту. Давай, на раз, два, три. Уже три. Ой, Кериберка! Так, очередные приключения наши наклеечки. Между прочим, дача является логовом мотоклуба Old Rebels. Чик. Все, ковровец отметился в Белгороде. А стикер клеил сам президент. Ура, товарищи. А эту штуку видел же на этом, да? На койку всего КДК? А, нет. Я, кстати, был в море, у меня интернета не было. Ну и чудес, сюда рюмочки ставишь. Приконятно. С разным напитком и закуской. Ну и чудес по-русски. Опасная штука. И это утро я просто не могу не поделиться им с вами. Красота неописуемая. Тишина, спокойствие. И даже нет дождя. Ребята, это просто счастье. Если бы было еще немножко времени, я бы, наверное, пошел, искупался в речке. Может быть, попал на лодочке. Ну вот и подошло к концу наше долгое путешествие. Позади тысячи километров пути. Впереди встреча с близкими. Разлука с новым мотоциклом будет неощутима. Дома ждет знаменитый ковровец. Наконец-то я смогу уделить ему должное внимание. И, как говорится, летним приключениям нет предела. Поэтому оставайтесь с нами. В следующей серии мы начнем покорять север. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok